Продолжение следует... Когда была как первое лицо. Когда у нас первое лицо, такой человек, не очень уверенный в себе, такой хороший дядька, типа Николая Второго и Горбачева. Люди, когда люди у нас власти, с людьми поступают не по-людски, как не по-людски много с чем поступают у нас в стране. Вот, а наиболее так, вот когда такой вот, ну, грузинский деспот был, когда понятно, что было, какая была страна. Как человек, так и страна. Леонид Ильич хороший был, такая страна, долго, 18 лет. Потом у нас был Медведев, Дмитрий Анатольевич, человек с айфоном, у которого блоги. Ну и, конечно, мы страна как президент. Сейчас у нас президент обратно вернулся из третьего управления, из охранки, из КГБ, из спецслужбы. Что изначально было неправильно, еще в 2000 году. Я об этом всегда говорил и повторяю. И тогда я еще удивился, ну, это 2000 год. Мы все-таки прожили там 9 лет, или больше, чем предотносительно какой-то такой, хотя бы, ну, телевизионной свободе. Тогда я еще что-то задумался. Ну, а то, что с Украиной сейчас происходит, вот с этой телевизионной, с этим телевизионным наездом, это тоже удивлено. Но это от того, что во власти человек-силовик, у которого действительно, ну, большая часть жизни прошла во враждебности к окружающему миру. Потому что он же засланный казачок был в Германию. Значит, Германия ему была враждебна, по сути, по своей. И, значит, он привык видеть в человеке, не доверять людям он привык. Вот что. К сожалению, льется кровь на Донбассе. Льется кровь реальная. Из-за того, что вот так как-то поступили совсем, ну, непонятно почему. Я бы в этом смысле, кстати, у меня было бы такое предложение для российского руководства объявить уже открыто войну Украине и сдаться. И чтобы Украина, Великая Украина от Камчатки до Бреста и выборы. Ну, кто победит? Ну, что мы друг друга обманываем? Ну, и будет Путин президент Великой Украины от Бреста до Украины. Русский язык, понятное дело, государственный. Да, украинское сакральное место. Мне 51 год. Все мое время, вот все, что я живу. Крым был Украиной. Вам это мешало? Мне мешало, когда он стал российским. Мне сейчас, может быть, это мешает, потому что мне не очень ловко. Скажем так. Да даже скажем так. Совсем не очень ловко. Ну, не ловко мне. От того, что так нарушаются мировые законы. Да. От того, что, ну, как мне кажется, мир и так зыбок. И такие телодвижения совершать, это не очень разумно.